Здравствуйте! Сегодня наше видео будет о подгибке низа юбки солнцеклёж, либо полусолнцеклёж. Эту юбку мы можем начинать подгибать при условии, если уже вы юбку раскроили, если юбка у вас повисела хотя бы часов 10 на манекене или на вешалочке, и при этом она уже вся провисла, вы взяли низ уже выровняли, и теперь можно приступать к подгибке юбки. Я по подгибке юбки сейчас буду отвечать на вопрос подписчика. И вопрос звучал, как можно сделать подгиб, чтобы он был не узким и при этом нормально смотрелся. Вот это мы сегодня и рассмотрим. Особенность юбки солнцеклёж, она вырезана по кругу. И за счёт того, чем дальше идёт длина, то больше идёт, естественно, диаметр юбки. Поэтому для подгиба юбки, если мы используем вот метод подгиба и делаем его не узким, вот широким, как видите, образовываются излишки ткани, потому что вот здесь больше край, этот край, соответственно, меньше. Что мы можем сделать? Если ткань хорошо сутюживается, то мы можем использовать метод сутюживания. Что нам сделать можно? Ну, во-первых, нужно, конечно же, красиво и ровно наметить место подгибки. Ну, вот сейчас мы это сделаем. Можно либо с помощью линейки, либо сделать с помощью, вот у меня сегодня помощник такой появился. Я получила с Алиэкспресс магнит. И сегодня я буду сейчас его тоже первый раз пробовать. И вы тоже можете посмотреть. И ссылочку в описании, если вам понравится, вы можете у нас посмотреть. Ссылочку именно там, где я покупала. Итак, этот магнитик необходимо закрепить на пластинке. Вот он очень такой, как вам сказать, держится крепкий. Его передвигать, в принципе, сложновато. И вот здесь мы уже его фиксируем на то расстояние, которое у нас будет подгибочка. Вот я его зафиксировала. И теперь необходимо сделать шов, чтобы подгибка была ровна, а по юбке солнциклёж это всегда сложно сделать. Вот я опускаю лапку, и край будет идти низа, точно по магниту. Ну, это у меня пробник, такой вот, не юбка, которую будут носить. Поэтому я не обрабатывала сам срез. Если у вас это юбочка, то, естественно, срез вы должны будете обработать. И теперь делаем ровный шов, просто ровный шов. Возможно, вы его захотите потом удалить, то тогда сделайте стежки побольше. И вот с помощью магнита идем. Кстати говоря, очень интересно получается, потому что юбочка идет по магниту и никуда, видите, не уходит. Вот мы делаем ровно по краешку. И проходим так по всей юбке. Вот намечен подгиб юбки. Я полностью по всему кругу не проходила, но прошла участок один. Теперь, если при условии я говорила, что ткань хорошо сутюживается, мы можем что сделать? Прометать. Конечно же, мы сейчас подгиб этот прометаем, для того, чтобы потом излишек убрать сутюживанием. Подгибаем по линии шва и немножечко делаем переход на сторону изнанки. И проходим вот так вот круговую. Кстати говоря, магнит, я сразу хочу сказать, что мы заказывали на Алиэкспресс. Мы получили его почти за три недели, чуть-чуть меньше трех недель. Он пришел и стоит он доллар и, кажется, 22 цента. Ну, я думаю, что я его буду использовать, потому что он такой хорошо держится. Ну, ткань, вот видите, я так прометываю, она такая крепенькая. Вот излишек, который образовался. Теперь мы можем этот излишек, ну, конечно же, вы уже оверлоком обработали, или зигзагом этот припуск, сутюживать. Сутюживать так, чтобы его не было видно. Это в том случае, если ткань сутюживается. Давайте попробуем. Вот я сутюжила, но нельзя сказать, что идеально получилось. Ткань не очень так подается, но, в принципе, как бы, вполне подойдет. Если мы все-таки сделали здесь оверлок, и когда мы сутюживаем, проглаживаем, то он отпечатывается на этой стороне, а нам это нежелательно. Что мы можем сделать? Необходимо взять лист бумаги, либо картона, ну, не очень широкий, вот видите, как я взяла, сантиметров, наверное, 10, и нам необходимо взять и пройти, очертить низ юбки. Вот он, видите, он получается вот немножко такой скругленной дугой. Отрезаем его. Отрезаем, конечно, не ножницами, которыми мы краем ткань и используем. И теперь с помощью вот такого вот помощника, закладывая, вот теперь он получается вот тоже с дугой точно так же, мы разутюживаем полностью низ. Излишки вот этого припуска. Если припуск все-таки идет волной, есть такая ткань, которая не подается, она не сутюживается, в этом случае, что мы делаем? Мы делаем еще одну дополнительную строчку по краю. То есть, можете попробовать сначала, если ничего не получается с утюжевой. Теперь делаем еще одну, ну, рядышком. Вот я прошила сам подгиб, то, что подгибали. Теперь берем за нитку, вот я буду брать за нижнюю нитку, которая внизу, и просто я буду припосаживать, равномерно распределяя. Подтягиваем и распределяем. Вот вы стянули, и то, что получилось. Получилось вот, видите, ложится хорошо, все плотно прилегает. И теперь уже, конечно, вот здесь вот мы пальчиками все расправим. Можно еще разутюжить, но оно у нас будет нормально прилегать. и подгиб будет смотреться красиво. Теперь еще необходимо раз проутюжить. И теперь по краю подгиба мы можем либо сделать отделочный шов, который будет виден у нас с изнаночной стороны, либо пройти ручными стежками по краю, так, чтобы не было видно, насколько низ юбки вы подогнули. Ну и такая вот, если низ юбочки делать вот такой вот, не совсем узкий, то есть не делать его вот такой вот маленький, то юбочка будет по низу более такая плотная, она будет лучше держать форму, и фалды не будут висеть, а будут вот более такие выраженные. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Желаю всем удачи, чтобы у вас все получалось. Кому видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok